Ранетки 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 Когда пришел момент расслабления, надо было снова говорить, вы резыгзите. Честно говоря, так забавно получилось, что я выехала вовремя и ехала по третьему кольцу, и, собственно говоря, там была жуткая пробка, я встала в эту пробку и понимаю, что я просто не успеваю. И так я ржала, когда замоторились, и в эфир выходит группа Ронетки, идущие говорят, ну вот, с нами группа Ронетки и одна Аня, всем привет. Вот это я ржала, конечно. Нет, ну я сейчас Лене звоню, Лена едет отдельно, она говорит, вообще, у нее больше жопа. Девчонки-то едят втроем, то есть они, вот, это и косяк, что они втроем одновременно. А вот говорят, не надо все яйца складывать в одну корзину, понимаешь? Я сохраняю так в одну машину. Аня, слушай, какую песню вашу поставить? У нас всего три в базе. Какие есть? Ангелы, в Москве всегда весна, и она одна. А их больше вообще никаких нет? Только три в базе. А мальчик мой? Нет. Мы довольно-таки часто даем интервью на радио, мне вот, допустим, это очень нравится. Потому что ты можешь сидеть в студии и заниматься черт знает чем, а никто это не увидит, и можно прийти не накрашенным, страшненьким, заспанным. Сонно еще немножко просто, как-то сонно. Состояние бороться полтора года уже. Мы тоже. Но вам не надо каждого утра в 6 утра, или там полшестого. Каждый день, каждый, без выходных, без праздников. Да, это сложная работа, да, согласна. Это очень сложно, даже с людьми спать все равно. И причем, и причем очень важно, как говоришь, настроение. Не просто не спишь. Да. Тебе же нужно что-то преподнести как-то все, да, это очень сложно. Ты улыбаешься. Когда мне было лет 10, у меня была мечта стать радиоведущей. У нас даже была прикольная игра. Мы все с девчонками собрались, и я, допустим, была ведущей, кто-то звонил в эфир, и я так, здравствуйте, на волнах вашего радио. Итак, друзья, группа Ронетки, в единственном числе сегодня Аня, пока у нас только остальные не доехали, ставим его на вид. Аня нам призналась, что задумывается она о сольной карьере, потому что девчонки надоели, все время опаздывают, говорят, ну что такое, нервов не хватает, вот сижу тут прям страдаю. Они вот, между прочим, сейчас сидят, слушают, и у меня это нравится. Сейчас придут, и первым делом просто подзатыльник мне по голове. Я встала на тебя, а ты такая крепкая, по крайней мере, подтягиваешься два раза. Да, уже. Нет, ну там кто-то ведь и три подтягивает, а Лена даже четыре может, поэтому это сложно. Беру свои слова обратно. Так, девчонки, заходите вот тут. О, е-е-е, всем привет, всем привет! Заходите, заходите. Мы не проспали. Робки не проспали. Мы можем придумать что-нибудь другое. Да, по-другому от Москвы. Робки, опоздали. Хорошо, я застряла в лифте. Я Женя все утро на кудряшке себе хусила, да, Женя? Я просто не помню. Есть то, что во время того, как я принимала утренную душу, включили горячую воду, и я не смогла никак смыть мыло. Не, ну холодно это нормально, если бы отключили холодно, осталось горячее. Вот это нормально. Друзья, мы наконец-то ранетки почти в полном составе, так одной не хватает, но будем надеяться, она вот-вот подъедет. Вы очень вовремя. Ну что, девчонки, скажите, пожалуйста, вот мы с Аней уже поговорили про учебу, вспомнили школу, взаимоотношения со старшими. От вас хотелось бы услышать, как вы готовитесь к тому, чтобы стать матерями? Вот. Мы читаем специальную литературу. Молодец! Вот Аня сразу назвала. А Женя, да, Женя, да, Женя. Женя первая, кто не хотел детей. А кошки у тебя вместо... Ты на кошках тренируешься или так? Я помидоры тренирую. А что я? А Жен-жен-женал рекомендует, кстати, Баря. Тренинг поцелучков на помидорах все освоили, по-моему, уже. Нет, я прямо эту жуткую картину наблюдаю. У нас же помидоры были зеленые, потому что они жестче, они не так, надо надорвать сложнее. Мне кажется, что это с парнем, у которых будут силиконовые губы, друг мой. Поэтому можно использовать и сочные помидоры. Алиса, ты так хорошо говорила. Девушку подвяжь? Нет, ну правда. Мы такого же мнения. Серьезно, то есть вы присоединяетесь? Мне кажется, что сложно говорить постоянно и не нести бред, заполняя эфир. Ну не, безусловно, это сложно, потому что тебя слушают, ты должен понравиться, как ведущий или ведущая. Людям должно быть интересно. Приятно слушать. Слушать твое радио. И вообще говорить правильно, это сложно. Поэтому это такая довольно-таки сложная работа. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА